Приветствую всех, Блендер 2.90 и нашел информацию именно в интернете опять же по частицам и хочу все это дело попробовать давайте разбираться там на нерусском, что да как и так, есть у нас вот персонаж это труп невесты по прошлым роликам и вот надо сделать так, чтобы это все дело ветром сдуло типа как пыль что ли как будем делать, с чего начинать, а давайте возьмем теперь Mesh, возьмем куб сделаем ему S вот так вот и поднимем повыше вот сюда вот так вот теперь что можно сделать это зайти в Edit Mode единицы на нампаде выбрать вершины поставить на рентген выбрать верхние вершины или полигон или ребра кому как удобно и вот так все это дело можно подкорректировать где-то вот так и где-то вот в таком духе заходим в Object Mode делаем вот этому кубу теперь Shift D сочетание клавиш щелчок и заходим в Edit Mode выбираем опять рентген теперь выбираем верхние вот эти вершины и опускаем его до низа ну где-то потонше пусть будет вот так вот заходим в Object Mode опять можно включить Vapor Shading вот этот так площадка без разницы пусть частично остается нам нужно чтобы невеста это улетела так создаем теперь новую коллекцию вот здесь вот вверху есть такой значок вот он и вот в эту коллекцию закидываем так давайте первый куб ну чисто эксперимент для чего его на коллекцию чтобы потом при рендере можно его было отключить сразу можно включить вот эту вот фотокамеру она для чего нужна что вы отключаете и не видно будет для рендера вот этот предмет так выберем теперь первый куб зайдем в настройку вот этого куба и найдем Vapor Display и поставим ему именно Wire вот этот прозрачность теперь что делаем выбираем сначала вот этот куб через Shift выбираем вот этот второй куб так и делаем Ctrl P Object единицы на нампаде следом добавим сразу Add Mesh добавим икосферу сюда ее отведем и можно чуть-чуть ее вот так вот как бы вытянуть капелькой сделать можно треугольник там любой предмет там любой предмет он нам для частиц понадобится и пусть тут стоит пока теперь выбираем именно вот этот куб и вот этот куб единицы на нампаде в принципе один куб они же в обжиг должны подниматься давайте проверим и поднимем а вот Shift там D Ctrl Z попробуем опять через Shift выбрать а если так Ctrl P Object так уже он соединен ну будем вот так вот выделять два штука и теперь поднимаем их кверху над вот этой вот мертвой невестой вот таким вот образом единицы на нампаде и пишем вот в таймлайне ставим и локация первый кадр есть теперь ставим 160 и вот это все дело опускаем вниз где и был он вот так пишем и локация ставим на таймлайне 160 кадров Enter теперь на первый кадр выбираем вот эту невесту и добавим модификатор Boolean и выберем куб первый вот этот куб вот этот большой который смотрим что будет происходить вы видите что невеста исчезает вот теперь нужно вот этому второму кубу поставить именно частицы так делаем стоп возвращаемся на первый кадр выбираем вот этот куб и делаем это что у нас частицы Particle Properties и добавляем Particle Settings поставим где-то количество вот этих вот деталей частиц где-то 3000 Enter Следом зайдем в рендер и поставим за место хала поставим Object так теперь Skyl размер и поставим сначала экосферу вот эту вот которую мы сделали вот в боку она стоит смотрим что будет происходить так частицы почему-то не появляются А почему не появляются частицы Skyl стоит экосфера вот они мышка у меня подбарахливает надо менять короче вот теперь частицы сыпятся нужно добавить теперь вот этим убрать гравитацию мотаем до низа находим сейчас посмотрим где она находится это группы дисплей вот он field visit и убираем гравитацию на 0 чтобы они летали короче так смотрим что да как ну вот они уже поднимаются теперь им нужно уменьшить вес вот этим вот нашим экосферам уменьшаем вес где физики тут же и поставим не один килограмм а допустим 0 сейчас мотаем 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 как 0.23 смотрим что будет происходить ну вот они уже стали полегче теперь на первый кадр и добавляем вентилятор ford быстрый эффект wind вентилятор уже настраиваем вот здесь вот физики вот он есть ставим здесь 10 тысяч теперь s его немножко прибавляем единица на нампаде r перекручиваем как нам надо в какую ну куда он будет дуть именно ну и пробуем вот они частицы уже улетают но слишком быстро так чуть-чуть s уменьшим r подкрутим и наверное частиц еще больше добавим поставим наверное 5000 смотрим смотрим что тут получится ну вот уже частиц побольше вентилятор вентилятор будет дуть вот в таком ракурсе ну и в принципе все вот так все это дело будет происходить теперь нужно сделать рендер именно попробовать получится не получится уже пробовал много раз а вот рендер что-то у меня не хочет вот это вот дело отключать и так поднастроим рендер поставим вывод на рабочий стол пока формат поставим png чтобы посмотреть картинку вернемся где-то давайте на какой-то кадр где есть вот эти частицы вот что-то в таком дуфе теперь выбираем камеру выставляем ее это по прошлым роликом 0 ну как вам надо допустим вот чтоб видеть вот эту гражданку теперь выставляем свет лихт выбираем и ставим солнце так выбираем лампочку солнце выбираем и находим вот этот свет так G его немножко пониже немножко R вот так как бы 0 смотрим вроде все нормально ее видно проверяем теперь включаем вот это вот частицы 0 на нам пади включаем рендер и что он нам покажет вы видите что частицы есть но есть также и куб вот этот вот давайте куб теперь отключим это у нас первый куб он у нас на второй коллекции вот он для этого мы можем отключить полностью коллекцию так и вот этой вот штуки вот этому кубу давайте поставим модификатор маск теперь проверяем рендер вот вы видите что статуя исчезает а вот эти кубы короче их нету их не видно все нормально теперь делаем рендер уже именно в mpeg формате и посмотрим что получится так единица на нам пади возвращаемся на первый кадр камера установлена свет установлен все скрыто ну и давайте делать теперь рендер в формате mpeg видео так включаем и жмем рендер анимация так вот такой результат минус в чем что у статуи именно раскидистые вот такие руки нужно сделать было что давайте все это дело разберем выбираем вот этот куб заходим так edit mode выбираем теперь вершины опять же ставим рентген и вот так вот эти вершины выбираем и уводим их как бы вглубь вот таким вот образом теперь выбираем вот эти вершины и уводим их тоже так же чтобы поменьше была площадь вот таким вот образом и можно поставить чтобы с какого кадра начинать исчезновение но рука вот должна все это должно быть скрыто ну вот что-то в таком духе теперь заходим в object mode и и находим куб еще один куб один вот этот заходим отключаем маску чтобы было видно и повторяем то же самое в edit mode выбираем вот эти части вершины и вот так как-то это все дело уменьшаем вот поменьше чтобы площадь была ну вот что-то в таком духе и как-то вот g вот сюда пусть она исчезает но площадь вот эту можно сделать поменьше чтобы частицы летели как-то в маленьком объеме так единицы на нам паде заходим в object mode проверяем что-то как все так же происходит добавим теперь еще больше частиц поставим наверное где-то 10 тысяч так enter и зайдем теперь так вот их больше стало зайдем теперь в render и поставим размер поменьше так же можно вентилятор вот этот прописать чтобы он дул именно по таймлайну его тоже прописать сначала мы его можем но g поднять как-то кверху r развернуть прописать его и локация ротация смотрим следом перетаскиваем его где-то на 79 кадр или поближе допустим на 60 на 70 r перекручиваем ставим g как-то вот так и пишем и локация ротация смотрим что получилось вот вот сначала частицы улетают как бы ровно вот так вот смотрим какие детали не зацепляет вот эта площадь выбираем вот эту площадь и заходим опять же в edit mode и попробуем все это дело g перекрыть ставим на первый кадр не забываем g вот эту руку вот именно для колонн для зданий вот этот способ нормально будет а вот для таких вот раскидистых предметов можно добавить возможно два куба сюда вот этот большой куб будет убирать эту статую а эти два куба можно три маленьких добавить чтобы они чтобы они как-то в разных местах просто создавали вот эту пыль ну как вариант так смотрим что да как вот опять же приходится делать большую площадь ну вот что-то так так object mode и вот этот куб вот этот тоже нужно подкорректировать допустим вот G сюда edit mode выбираем вершины и G придется его растягивать и Продолжение следует... Ну вот что-то в таком духе. Давайте смотрим, делаем еще один рендер. Object Mode. Добавляем опять вот этой плоскости. Так, возможно даже плоскость можно еще поменьше сделать. Давайте попробуем Edit Mode. И как бы вот G поменьше ее сделать, чтобы меньше от нее пыль шла. Вот как-то так, наверное. Теперь ставим модификатор, опять добавляем mask. А на этот куб, вот эту сцену, отключаем вторую видимость для рендера. Так, теперь переключимся, опять же, на PNG. И посмотрим, как она работает. Рендер, рендер имидж. Ну вот, частицы есть. А вот эта вот госпожа исчезает. И давайте вот этой частице поставим материал красный. Так. Смотрим рендер. Ну вот, частицы тоже красные. Переключаемся теперь на формат MPEG-видео. Ставим на первый кадр. И делаем еще один рендер. Ноль на нампаде. Рендер. Рендер анимации. Рендер. Итак, вот следующий результат. Все, всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова